Привет, друзья! Перед вами узная задача по математике, которую раньше давали для поступающих в вузы на физмат. Сегодня, наверное, уже не дают. Давайте покажу, как ее решать, вдруг вам пригодится. Математики, ребята, хитрые, за это им Нобелевскую премию и не дают. Поэтому давайте представим это выражение немножечко иначе. Избавимся от отрицательных степеней. Сделаем степени положительными. Как? Ну, через единичку. Если на единичку все это дело, единичку на все это дело разделить, то у нас и минуса все уйдут. Правда, появится вот такое выражение. Единичка на корень из двух. Здесь единичка, а внизу корень из двух. Он никуда не делся, он вот тут у нас приятно так примастился. Корень квадратный, имейте в виду, и не путайте его с другими корнями. Например, лопуха или пастернака. Математическая хитрость состоит еще и в том, что мы прекрасно можем переписать вот это выражение, добавив к этой единичке корень. Потому как корень из единицы у нас 1 фиг будет единица. Ну, в данном хитром случае математическом. Получится вот такое выражение. Корень из единички на корень из двух. Как видите, я ничего особо не добавил, не убавил. Правда, знаки потерял. Но любой квадратный корень должен писаться с плюс-минусом, и нас это особо не волнует. Это же математика. Увидев, что у нас под корнями, под одинаковыми корнями стоят вот такие выражения, мы можем все это очень весело и красиво переписать, с улыбкой, естественно. Как единый корень из одной второй. Можете мне верить, можете математически проверить, но это будет одно и то же, что вот это выражение. Квадратный корень из одной второй. И вот тут нам надо очень резко вспомнить о том, что квадратный корень из одной второй, это есть не что иное, как одна вторая в степени одна вторая. И вот уже наше выражение заиграло совсем другими черно-белыми красками. У нас есть х в степени х, у нас есть одна вторая в степени одна вторая. И то, и другое одинаковое выражение, а значит мы легко можем взять, и брюки превращаются, да, х превращается в банальную одну вторую. Х равен одна вторая. Можно на этом остановиться, потому как это и есть правильный ответ, но если вы решаете на бумаге, вы можете подставить одну вторую в это выражение, что мы сейчас и сделаем. Что у нас было? Х равен одной второй. Значит у нас одна вторая в степени минус одна вторая. Это выражение, это выражение, одна вторая в степени минус одна вторая. Можно переписать как 2 деленное на 1 в степени одна вторая. 2 деленное на 1 это естественно 2. 2 в степени 1 вторая. Что соответствует записи корень квадратный из 2. Что у нас было в начале? Корень квадратный из 2. Значит все что мы здесь сделали верно.